Премьер-министр Литвы Ингрида Шамонита заявила, что ее страна готова отправить своих военных в Украину с учебной миссией. Речь идет о тренировке украинских военных, однако Киев пока не обращался с соответствующей просьбой. Она отметила, что Россия безусловно сочтет это провокацией. Если бы мы просто думали о реакции России, то мы не могли бы ничего отправлять. Каждую вторую неделю вы слышите, что кого-то взорвут ядерным оружием. Ингрида Шамонита, премьер-министр Литвы в комментарии Financial Times. Ранее президент Литвы Гитанос Науседа сказал, что если опираться на реакцию диктатора Владимира Путина, то страны Запада никогда не примут никакого решения. И добавил, что государствам нужно обсудить идею отправки войск в Украину. Я приветствовал идею направления миссии в Украину и до сих пор считаю, что нам следует обсудить эту идею. Конечно, лучше всего, если бы мы все единогласно согласились с необходимостью этого и очень тщательно оценили ту разведывательную и другую информацию, которой мы располагаем. Гитанос Науседа, президент Литвы. Тем временем представитель государственного департамента США Мэтью Миллер опроверг информацию о возможной отправке американских военных в Украину. Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрин заявил, что в случае преимущества России в войне против Украины США, вероятно, придется вмешаться. И не только деньгами, но и военными. Я не собираюсь комментировать заявления, сделанные членами Конгресса. Президент четко дал знать, что он не будет посылать американские войска сражаться в Украину. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в начале четырехдневного визита в США и Канаду подчеркнул важность дальнейшей сплоченной поддержки Украины, обороняющейся от российской агрессии. Путин не должен добиться успеха в своей жестокой агрессивной войне. Решается вопрос о том, способны ли демократии защитить себя. Это важнейшая стратегическая задача Европы. Война Путина – величайшая угроза для миропорядка. Борис Писториус, министр обороны ФРГ, сообщает Deutsche Welle. Возможная отправка войск НАТО в Украину не станет нарушением международных правил, считает президент Чехии Петер Павел, добавляя, что он не отказывается от участия в дискуссии по этому поводу. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил возможность отправки французских войск в Украину. Однако это может произойти при определенных условиях, если бы россияне прорвали линию фронта и если бы поступила соответствующая просьба от Украины.